Добрый день! Вашему вниманию предлагается очередной выпуск программы «Точка зрения». С вами автор и ведущий Евгений Шибаршин. Со дня проведения внеочередных выборов Мажелиса и Маслехата прошло более года. Новый состав депутатского корпуса сформировался после проведения конституционной реформы, которая создала правовые условия для повышения роли представительных органов власти. Как народные избранники на практике используют новые возможности? Прежде всего в работе с бюджетом, ведь для депутатов это один из главных инструментов воздействия на социально-экономическую политику исполнительных органов государственной власти. Это реальный механизм удовлетворения жизненно важных потребностей избирателей. Подведение итогового исполнения бюджета прошлого года, которые прошли в июне на уровне регионов и республики, показали, что проблем в этой сфере больше, чем достаточно. Но о них мы чуть позже поговорим с депутатом областного Маслехата, а в начале обзор новостей прошедшей недели, подготовленной журналистами телерадиокомпании «Алау». В Кустанае прошел второй инвестиционный форум. Бизнесмены представили свои проекты, которые в ближайшее время планируются реализовать на территории нашего региона. Один из крупнейших – строительство нового газопровода, который протянут от Октябрьской области до Кустанае. Масштабный проект позволит газифицировать как населенные пункты, так и бизнес-объекты, требующие большого объема топлива. Сегодня только 28% сельских населенных пунктов обеспечено центральным газоснабжением. Данный проект реализовывается совместно с катарским инвестором. В микрорайоне Кунай 14 семей отметили новоселье. Весной, после прихода большой воды в Кустанай, их жилье было признано аварийным и непригодным для проживания. Теперь они получили новые дома площадью 80 квадратных метров. Ключи от них вручил заместитель премьер-министра Канат Базумбаев, прибывший с рабочим визитом в регион. Среди новоселов – Любовь и Сергей Агановы. До этого они жили в районе колесных рядов. Их дома было уже 40 лет, но он был для них особенно дорог, так как это был родительский дом. Новые дома в Кунае состоят из трех комнат, а также кухни, кладовой и прихожей. Дополнительно имеется земельный участок в 8 соток. Параллельно торжественное мероприятие проходило и в селе Алтынсарина. Там в микрорайоне Тазабулак ключи от квартир получила 21 семья. Новые дома были построены за счет фонда «Казахстан-Халкана». Всего в Кустанайской области приобретены квартиры и дома для 315 семей. В 815 домах идут восстановительные работы. Строительство еще 50 домов планируется завершить до середины августа. Крытый манеж в поселке Заречный открылся год назад. Именно тогда возникла идея организовать здесь занятия по ипотерапии для детей с инвалидностью. Весь этот год организационными вопросами занималась Эльмира Карибжанова. Она сертифицированный инструктор и уже имеет опыт занятий с особенными детьми. Поэтому знает, насколько полезна ипотерапия. Занятия проходят без седла. Верховая езда длится 25 минут. Возможно, кто-то скажет, что этого мало, но инструктор отмечает, что просидеть столько времени верхом на лошади не так-то просто даже взрослому неподготовленному человеку. На организацию занятий в течение ближайших шести месяцев из бюджета было выделено 17 миллионов тенге. Здесь смогут заниматься дети с инвалидностью до 18 лет, но только те, кому лечащий врач разрешит такого рода терапию. В штате 10 сотрудников, которые прошли специальное обучение для работы с особенными детьми. По-особенному подготовили и троих лошадей. Проходить такого рода реабилитацию в этом сезоне будет 60 детей. Записалось уже гораздо больше, поэтому Эльмира Карибжанова надеется, что проект продолжится и в следующем году. И заниматься ипотерапией сможет еще больше детей. Все будет зависеть от госфинансирования. Сразу в нескольких районах Костанайской области отключат газ. Об этом сообщила пресс-служба местного филиала АО «Казакгаз Аймак». В информации сказано, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» с 1 по 10 августа поставка природного газа будет прекращена всем категориям потребителей Костанайского, Алтынцаринского районов и города Табыл. Что касается Костаная, то без газа на 10 дней останутся жилые массивы Амангильды и Дружба, а также микрорайон Кунай. «Казакгаз Аймак» рекомендует потребителям вышеперечисленных населенных пунктов заранее предусмотреть использование альтернативного вида топлива. За нарушение этики религиозного работника главный имам Костанайской области уволен со своей должности. Об этом официально заявило Духовное управление мусульман Казахстана. Уже бывшего главного имама Костанайского региона Бахэтбека Таджимбета задержали ночью 23 июля в Бурабае за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем Toyota Highlander. А свидетельствование показало, что он не треств, хотя на заседании в райсуде сам он это отрицал и утверждал, что пил только кумыц. Его признали виновным, арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Духовное управление мусульман сообщило, что лица, грубо нарушающие нормы закона и этику работников в системе службы религиозной администрации, не имеют морального права работать в религиозной сфере. Бахэтбек Таджимбет уволен с должности главного имама Костанайской области, говорится в заявлении ДУМК, опубликованном на Facebook 25 июля. Духовное управление мусульман Казахстана извинилось за произошедшее перед мусульманской общиной страны. Преступная деятельность группы лиц пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области. Ее участники, как выяснили специалисты, организовали на территории Костаная подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. В ходе обысков в местах производства и хранения поддельной водки обнаружены и изъяты самодельный аппарат для производства и розлива алкоголя, более 1 тысячи литров спирта и более 8 тысяч бутылок водки. Стоимость только готовой изъятой продукции специалисты Департамента экономических расследований оценили в 9 миллионов тенге. Установлено, что произведенная суррогатная продукция распространялась на территории Костаная, Камыстинского, Ауликольского и Костанайского районов. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям «Незаконное предпринимательство» и использование заведомо поддельных учетно-контрольных марок. 12 июля Кемат Костанайской области внес предложение по уточнению областного бюджета. За счет поступивших в областную казну целевых средств с республиканского уровня, а также ожидаемого повышения доходов собственного бюджета и экономии, появилась возможность выделить на различные первоочередные нужды более 3 миллиардов тенге. Аналогичная процедура с начала года проводилась уже два раза. Законодательство разрешает это делать не чаще одного раза квартал. Таким образом, расходная часть областного бюджета 2024 года на 1 июля составила около 67,5 миллиардов тенге. Сумма огромная. 10 лет назад она была меньше в 5 раз. Даже с учетом инфляции за этот период, возможности местной казны для развития региона и обеспечения достойной жизни Костанайцев выросли многократно. Однако, судя по результатам аудиторских проверок, исполнения областного бюджета за 2023 год, эти деньги используются недостаточно эффективно. Об этом на сессии областного маслехата 7 июня говорил председатель ревизионной комиссии Дмитрий Костюков. По его информации, мало того, что в прошлом году не освоено около 1 миллиарда запланированных средств, что в 5 раз больше 2022 года, так еще и различных нарушений выявлено на общую сумму в размере 19 миллиарда тенге. В качестве причин были названы не только вина работников различных управлений областного акимата, которых привлекли к ответственности, но и недостатки системного характера, связанные с планированием бюджета с работой по бюджетным заявкам. Насколько депутации сейчас подпущены к процессу подготовки проекта бюджета? Достаточно ли у них полномочий для активного влияния на ход исполнения принятого бюджета? По этим и другим вопросам свое мнение в нашей программе высказывает председатель постоянной комиссии Кустанайского областного маслехата по вопросам бюджета и развития экономики региона Серик Маназбаев. Серик Маназбаев, добрый день. Добрый день. Серик Маназбаев, я с вами вот о какую тему хотел поговорить. Бюджет, наверное, самый главный инструмент в деятельности, при помощи которого депутаты могут реализовывать наказы, которым давали избиратели, хоть как-то влиять на социально-экономическую политику местных органов власти. Вот собралась постоянно комиссия обсуждать проект бюджета. Ну, что-то там немножко поздавали вопросов и разошлись. Собрали сессии и даже без всяких вопросов проголосовали. Ну, во всяком случае, так было раньше. Проголосовали и все, вроде бы бюджет принят. А потом оказывается, вот в частности подводили итоги за 2023 год, исполнение областного бюджета. Оказывается, там, судя по информации ревизионной комиссии, около миллиарда, даже чуть больше тенге не исполнено. При том, что доходы позволяли это сделать. Они были выполнены более чем на 100%. И вот отсюда возникает вопрос, а какова роль депутатов в ходе разработки этого плана? Что, план был не так точно составлен, вернее, бюджет, и депутаты на это не обратили внимания? Как депутаты участвуют в подготовке проекта бюджета? Хорошо, вот это правильно вы заметили, именно проект бюджета. Почему? Потому что по бюджетному кодексу нынешнему мы должны четко понимать границы местных исполнительных органов и представительных органов. Согласно бюджетному кодексу, разработчиками являются исполнительные органы. Они представляют нам проект бюджета на заседание комиссии, и мы на комиссии его рассматриваем, и потом мы принимаем решение, выносить данный проект на голосование сессии или нет. Сразу отвечаю на один секрет. Вы имеете в виду комиссии, постоянная комиссия областного маслехата, будем так говорить, да? Да. То есть у нас происходит как? Управление, бюджетная комиссия при Акимате, есть такая бюджетная комиссия, совместно с управлением, они являются разработчиками проекта, плана, как и других планов, допустим, НПА и так далее. Потом они выносят этот проект на комиссию, и комиссия у нас происходит, и на комиссии мы видим, что планируется рассмотреть на сессии. И там начинается по каждому пункту идти, и мы начинаем здесь задавать эти вопросы. Почему я говорю? Потому что, например, не всегда мы видим последнее уточнение бюджета, я вот говорил, это порядка 56 миллиардов было подано, на 56 миллиардов было подано заявок. Это вот по поводу вот этого уточнения? Да, последнее, да, последнее уточнение. А бюджет позволял, у нас только было свободно для уточнения, ну то есть со всех, там, с разных источников доходов, с экономией и так далее, 3,6 миллиардов. И сито из 57 до 3,6 – это уже работа исполнительных органов. Они распределяют, почему? Потому что там есть управление профильное, которое расставляет определенные приоритетности своих объектов. И вот мы уже получаем, депутаты, эти 3,6, и по ним начинаем говорить. Я прошу прощения, а вот эти вот количество бюджетных заявок, о которых вы говорили, они кем готовятся? Акиматами городов, районов? Депутаты как-то участвуют? Готовятся они Акиматами районов и под ведомственными управлениями. В рассмотрении этих заявок депутаты участие не принимают. Хочу сказать, депутаты не раз поднимали этот вопрос, потому что по отбору сито. И сейчас рассматривается момент о том, что включить депутатов в бюджетную комиссию при Акимате. Потом на комиссию это выносится, и депутаты на комиссии начинают все это обсуждать. Комиссия – это тот орган, где рассматриваются. То есть у нас есть форма работы, рабочая группа перед комиссией, где мы рассматриваем документы, уточняем комиссию, и только потом сессия. И вот комиссии у нас длятся полтора-два часа, где идет бурное обсуждение. Самое интересное, что эти комиссии транслируются, они в открытом доступе, записи есть. И также мы говорим про открытость работы в Маслихатах в том, что всегда за три дня на сайте Маслихатах это анонсируется, определяется ссылка, где это будет проходить трансляция, и средства массовой информации это наблюдают. Мы даже видим, где-то выходят материалы по работе комиссии. И здесь на комиссии мы бурно обсуждаем. И на комиссии мы либо приходим к тому, что данный проект мы выносим на голосование сессии, или нет. И зачастую так выходит, что изучив уже все материалы, и между комиссией и сессией, все равно у нас есть промежуток времени, где депутаты изучают моменты, вникают. Почему? Потому что бывает на комиссии мы задаем вопросы, насколько этот проект нужен, почему сумма финансирования именно такая. Ну вот у нас, допустим, последние два уточнения мы поднимали вопрос, интерес у нас был по антенноматчевым сооружениям. То есть мы ставим все в селах антенноматчевые сооружения, строим это за деньги государства, но потом будем их сдавать в аренду операторам сотовой связи. И возникает вопрос, почему это не делают сразу операторы сотовой связи? Но специфика региона в плане того, что мы, наверное, одна из немногих областей в Казахстане, которая это делает, численность сел небольшая, оператору экономически невыгодно прийти, а жителям нужен интернет и сотовая связь. Надо говорить, наверное, прямо открыто, что в 2024 году не во всех селах есть хороший высокоскоростной интернет, и это проблема, и ее надо решать. Это касается и вопроса субсидирования воды, то есть мы знаем, что субсидируется вода, и разница бывает, что 90% субсидирует государство, потому что на выходе человек должен получить сумму закуп, ему более, как сказать, доступную, но излишки и все эти моменты, которые происходят, они очень большие. Поэтому тяжело некоторые законы экономики вводить именно в государственное бюджетное планирование. Почему? Потому что даже если сегодня говорить, наш бюджет области на данный момент порядка 590 миллиардов тенге, мы начинали с 548, за полгода он с помощью уточнений и доходов вырос, он более 50% социально ориентированный. И это говорит о том, что в этот момент он делает. Поэтому всегда у нас возникает дискуссия. Иногда мы хотим, чтобы по законам экономики, давайте платить вот так тарифы и так-то так работать, а иногда мы говорим про социалку, что нужно людям, то есть мы говорим о соцсообщении, те же маршруты автобуса, которые в городе Кусанай, они все субсидируются, потому что нецелесообразно, экономически тяжело перевозчикам закрыть. Изучая вопрос по транспорту, мы узнали, что ни в одном городе мира нет такого, чтобы транспорт общественный не субсидировался. Все-таки это определенное достижение вот той самой конституционной реформы, после которой в местных маслехатах, даже были введены на областных маслехатах штатные единицы председателя двух постоянных комиссий, в том числе и по вопросам бюджета и развития экономики региона, которую вы сейчас возглавляете. Ну вот ввели эту должность. Я хочу понять теперь, что она дает нового, позитивного, с точки зрения повышения эффективности использования тех денег, которые раньше планировались вместо бюджета, и сейчас планируются, да, больше, меньше ли. Вот это один момент. Второй момент. Я хочу понять психологию депутата. Как депутаты, чем они руководствуют, когда выбирают тот или иной проект сегодня запустить под финансирование? Однозначного ответа у меня не будет, потому что каждый депутат, это его внутреннее ощущение, как он работает. Сто процентов скажу, что, конечно, мажоритарная система, что у нас есть по округам, и когда депутат видит, что условно на ремонт дорог в районах выделяются деньги, а в том районе, в котором округ, он представляет, не выделяются деньги, чаще всего они задают эти вопросы, и мы находим какие-то компромиссы, потому что бюджет, допустим, у нас трехгодичный, мы видим, там, есть определенное, ну, стараемся посмотреть по очередности, либо по износу, и по приоритетам расставлять об этом работы. Это сто процентов такое есть, как вы говорите, да, переживает. За наказы избирателей, почему? Потому что это очень важно, мы, тем более, знаем, в послании президента ГВ, президент озвучивал императивный мандат о том, что сегодня уже можно отзывать депутатов от каждого округа, и уже прошел тот год, то есть первый год после года уже люди могут обращаться, и поэтому депутаты, наверное, не из-за страха, но все равно предвыборные обещания нужно выполнять, и это все понимают, потому что, ну, у нас такое же мнение бытует, что перед выборами депутаты вышли, все пообещали, потом их выбрали, и все, и все обещания исчезли. Такое же тоже мнение в обществе присутствует, мы будем говорить открыто. Поэтому депутаты, представляющие определенные округа, они, конечно, стараются поднимать вопросы на той местности, с которой их выбрали, где они проживают, и они видят картину каждый день. Это очень нам позволяет быть мобильными. Второй момент, мы говорим, да, есть партийные списки, там, конечно, у каждой партии есть своя дорожная карта, депутаты обязаны ее выполнять, согласно закрепленным за своим определенным пунктом, они идут. Это есть. Но в то же время я хочу сказать, что состав депутатского корпуса в этом созыве, он очень, не могу сравнивать с другими, но с созывами, потому что это было, наверное, некорректно, я в других созывах, именно областного, не присутствовал, но все равно есть эксперты. Депутатский корпус, он всегда определялся определенной экспертностью, это люди, за которыми стоят заводы, предприятия, и люди по своему мышлению, которые мыслят довольно-таки на два, на три года вперед. Я не понимаю то, что вы говорите, иногда из принятых решений, что да, возможно, это сейчас кажется каким-то, скажу так, не совсем понятным решением, но в перспективе мы понимаем, что ее мультиплективный эффект о том, что данное решение, либо финансирование данного проекта, какой эффект окажется, у депутатов есть понимание. Часто ли руководители вот этих управлений областного акимата, слушая предложения депутата, соглашаются, что да, это хорошая идея, но давайте мы сейчас, вот в следующий раз будем на следующий год планировать, мы это обязательно включим. И потом, есть ли какая-то система проверки, а реально ли включили вот это предложение депутатов? По системе проверки это, конечно, всегда очень легко увидеть по бюджетным статьям, то есть мы видим, если это предложение было принято, то по-любому статья где-то появляется, бюджетов, расходов на данную инициативу и так далее. Другой момент, то, что вы говорите, ну давайте пойдем по примерам, у нас на прошлой неделе было большое такое заседание, рабочая группа по молочно-товарным фермам. Здесь, как я ранее уже говорил, у нас данный созыв, ну очень экспертный, потому что есть специалист в мобиле, Оспанов Калет Бахшанш, одно из крупных таких крестьянских хозяйств нашей области, Тотура, он понимает, что такое молочно-товарная ферма на деле, и он был инициатором этой рабочей группы и видит, что запускаются проекты строительства молочно-товарных ферм. Как депутатский корпус, нам важно, чтобы они были сданы в срок, потому что это порядка 15 миллиардов в бюджет, плюс это еще не весь бюджет, то есть будут еще дополнительные финансированные заявки. Эффективность, и здесь, конечно, его экспертность с управлением сельского хозяйства, я не думаю, что они могут, как вы говорите, там депутат поплыл, в данном моменте может и управление поплыть, потому что у него есть реально опыт на местах. И это не делается как таковым столкновением. Мы должны понимать, что и в законе самоуправления, и в принципе депутаты, и местные исполнительные органы понимают, что суть работы двух этих ветвей власти направлены на конечное улучшение жизни граждан данного региона, нашей области. Поэтому, что и исполнительные органы по своей структуре, по своему функционалу делают все, чтобы жизнь в регионе стала лучше, что и депутаты делают. Но мы за то, что мы говорим про депутатов, про экспертность, что есть несколько мнений. Нельзя, чтобы все было конкретно в одном русле и одном мнении, потому что со стороны всегда виднее, плюс люди, мы говорим, что мы являемся представительной властью, мы все равно работаем от запросов общества. Мы видим то, либо иное решение, правильное, либо обществу, либо неправильно принимается, даже не сказать неправильно, принимается, общество не принимается, из чего оно вытекает. Соответственно, и депутаты, задавая эти моменты, где-то уточняющие вопросы позволяют больше депутату понять, почему так принимается, где-то вопрос депутата помогает понять исполнительным органам, что можно поступить другим путем, более эффективным, потому что здесь люди на местах и ориентируются. Поэтому мы должны точно для себя закрепить, что итог работы и исполнительных органов, и депутатского корпуса – это улучшение качества жизни наших граждан. Теперь давайте поговорим о роли депутатов в контроле за исполнением бюджета. Вот конкретный пример. Я уже говорил о том, что по итогам прошлого года более 1 миллиарда не освоено. И причем из них падает большинство, более 700 миллионов падает на объект строительства школы в одном из новых микрорайонов города Кустаная. Судя по докладу об итогах, представленном руководителем аппарата областного акимата, там было сказано, что причина заключается в том, что вроде бы школа построена, но не были подписаны документы, поэтому, естественно, финансирование не прошло и оказались неосвоены на эти деньги. Но, очевидно, документы были не подписаны не зря. Очевидно, там были какие-то недоделки, которые не позволяли нарушение закона документов. Вот депутаты могли как-то в течение года, допустим, отслеживать, я не знаю, в какой форме, либо какое-то распределение среди членов вашей постоянной комиссии, это возможно. Допустим, есть какие-то такие ключевые проекты, да, то ли с точки зрения большой финансовой емкости, то ли большого социального значения. Ну, школа, это микрорайон, это очень важный объект. Чтобы вы могли бы, скажем, закрепить того или иного депутата, с одной стороны, может быть, очень подготовлено, с другой стороны, неравнодушного, понимающего вот эту проблему, чтобы он без толчков, а находил способы все-таки контролировать ход реализации этого проекта. Ну, ситуация здесь бывает именно по тому примеру, который вы говорите, да и в целом. Ну, наверное, это слово, которое все уже чаще всего, это госзакупки. Закон о госзакупках, мы надеемся, что новый закон, он это устранит. Ситуация зачастую бывает, упирается все в подрядчика. Бывает так, что депутаты являются как представительным органом, они не являются же администраторами и исполнительными. То есть у нас на сессии мы проголосовали, что выделяем ту или иную сумму на текущий ремонт, либо на строительство объекта. Далее, согласно законодательству, администратор берет, объявляет конкурс, этот конкурс выигрывается, появляется подрядчик и идут с работы. То есть тут уже, получается, заказчиком является администратор данной бюджетной программы и подрядчик уже начинает взаимодействовать. Депутат, конечно, может и чаще всего это делает, отправляет депутатские запросы подрядчику, запрашивает информацию, а не подрядчику, а заказчику отправляет информацию, запросы о ходе строительства. Ну, заказчик отвечает все согласно закону. Объявились, идет, идет, идет. Наступает время, а оказывается, год закончился, деньги не с вами. А наступает время, подрядчик начинает тянуть, потом начинается. И самое интересное, что вопрос заключается в том, что начинает администратор, представляете, какие суммы, миллиарды, за которые он несет ответственность, руководители управления и так далее, ну вот целое управление, он по законодательству начинает с ним судиться. Идут судебные разбирательства. Я не знаю, почему так происходит, но для меня тоже это не понятно. Вот эта история про защиту права бизнеса, я согласен, но все-таки статистика показывает, что суды больше защищают подрядчиков. И, соответственно, проекты начинают замораживаться, деньги выделяются, и неосвоение выходит в том, что мы эти деньги изымаем, а потом через год обратно же возвращаем, чтобы они этот проект доделали, и проекты тянутся. Бывают такие моменты, и мы должны, как депутаты, мониторить, согласно закону, вовремя ли администратор отреагировал. Потому что бывают случаи, когда администратор, у него было право подать на подрядчика, то есть сделать какие-то определенные нормы, то есть там же не сразу дело доходит до суда. И вот если тогда администратор уже не доработал, хотя у него были рычаги повлиять, тогда, конечно, это уже выносит в другую плоскость вопрос. Если же администратор согласно законодательству все моменты отработал вовремя, ну, тут все заканчивается на том подрядчике, который начинает судиться, тянуться. И мы понимаем, как бы мы не хотели бы, происходят такие моменты, что деньги зависают. Бывают моменты, что вам и дали деньги, чтобы вы купили, вы даже конкурс не смогли провести. Ну, это же надо посмотреть, почему так произошло. Стараемся делать анализ. Получается там, ну, каждый случай индивидуальный, но в целом по исполнению, да, есть моменты. Конечно, к сожалению, некоторые проблемы в исполнении бюджета, они, бывает, носят системный характер, что-то сгорает, где-то подрядчики. Где-то нужно признать и квалификации сотрудников. Мы будем об этом говорить. Мы и не раз писали свои рекомендательные письма от лица Маслихата, что давайте смотреть либо какие-то обучающие вещи, либо посмотреть систему, потому что есть просто человеческие ошибки, и они повторяются. В последнее время в Сига-Суде, я думаю, что это было всегда при планировании, те люди, которые планируют, все-таки при ограниченности средств, но в больших потребностях, необходимости, значит, решать какие-то вопросы, какие-то проблемы, всегда встает вопрос выбора приоритетов, да. Да, вот надо это, это делать, но нам сегодня главное работать в этом направлении, нужно сюда направлять все, так сказать, свои ресурсы, с тем, чтобы получить на выходе результат, который может автоматически решить и другие проблемы. И вот недавно Аким области сказал на Дома совещания о том, что в качестве одного из главных приоритетов нужно развитие села, потому что, в принципе, экономика нашей области, она в основном носит огромный характер, да, значит, и население у нас почти половина живет в селах, и село у нас отстало и по водоснабжению, там, и по газоснабжению достаточно отстало, и сегодня эти проблемы надо решать. Вот депутаты при, давайте так, скоро начнется, может, даже начался процесс формирования конкретно бюджета 2025 года, да, как депутаты будут учитывать вот этот фактор? Потому что контрольные цифры, там, вообще-то говоря, снижение общих расходов предполагается в следующем году и в последующем году. Я не знаю, в чем причина, но вот так, если меньше денег, значит, надо еще больше внимания уделять выбору приоритетов. Все-таки, вот роль депутата в этом какова будет? Ну, мы будем в этом плане работать, изучать, ну, по примеру, то, что вы говорили про село, допустим, мы смотрели прошлый год, в прошлом году было очень много денег выделено на уточнение, и в этом году продолжается по коммуникациям, это все равно у нас в последние годы вы видите, это актуальный вопрос, ну, и, в принципе, мне кажется, он всегда этот вопрос был актуальным. По воде, допустим, доступ питьевой воды в селах в нашей области, ну, один из низких показателей по стране, и это на каждом уточнении мы об этом говорим, и компенсируется это. Я думаю, что за счет правильных взаимопониманий между исполнительными органами и депутатским корпусом мы сможем этот процент повысить и, так сказать, уйти из списка аутсайдеров, но в целом вопрос про то, что расходы будут сокращаться, здесь бюджет, конечно, у нас социальный, но мы должны работать в плане повышения нашей доходной части, мы видим, то есть два года подряд у нас проходят большие инвестфорумы, мы понимаем, что сумма субвенции из республики, она в идеале должна сокращаться, потому что по некоторым показателям наша область начинает очень динамично развиваться, по выработанной продукции, мы стоим по ВРП на шестом месте сейчас в разрезе Косана, хотя это очень хороший показатель, но в целом с теми проектами, которые сейчас у нас запустятся, мы сможем попасть даже в тройку лидеров, это, конечно, неожиданно для Косанайской области, которая позиционировалась и воспринимается всегда как аграрная, я думаю, она сейчас, мы видим, наблюдаем, как у нас стало аграрная-индустриальная, и я думаю, в перспективе это будет индустриальная-аграрная, и как раз-таки данные мероприятия, которые были недавно, инвестфорум, в целом эти проекты, которые будут запущены, они смогут повысить именно поступление по налогам, и область наша начнет все-таки больше зарабатывать, не оглядываться на республику, почему, потому что все равно у нас не так много областей в Казахстане, которые сами себя обеспечивают, я думаю, это порядка двух-трех областей, а остальные на субвенции, но все равно в перспективе мы ожидаем этого, и депутаты при принятии решения мы видим, что если есть моменты, которые, как я ранее говорил, на перспективу, которые в перспективе создадут рабочие места, создадут комфортные условия для бизнеса, но мы стараемся их поддерживать. Почему? Потому что сейчас мы лучше вложим, но потом это все окупится именно по налоговым поступлениям, чтобы они были гораздо больше, потому что когда мы прогнозируем доходную часть, сложно прогнозировать, потому что события весны этого года по всему Казахстану, они, конечно, очень сильно скорректировали бюджет, часть расходов, конечно, пришлось сокращать, потому что плюс пострадали субъекты бизнеса, которые являлись такими активными именно в экономическом развитии нашего региона, и эти последствия мы еще будем ощущать. Поэтому здесь работа депутатского корпуса, мы так попали в такие очень стесненные отношения, именно когда бюджета всегда не хватало, теперь его будет еще чуть больше не хватать, но и те обязательства, которые на себя мы взяли, и нельзя допустить того, что на социальную сферу он сокращался, либо еще все равно, я думаю, и мы будем это отстаивать, что бюджет все равно, ну отстаивать, наверное, не будем, потому что это все понимают, нет смысла это оставить, потому что это у всех, наверное, догма, что бюджет должен быть все равно социально ориентирован, он такой вектор и сохранит поэтому работ будет больше будет больше работы больше моментов по начать комиссии у нас теперь будет идти не как обычно по полтора два часа может то и более потому что теперь нужно подходить ко всему очень рационально каждой сумме каждой трате понимать насколько это правильно и ну даже неправильно насколько то эффективность потому что эффективность есть всегда но где будет большая эффективность и какие еще за эти будут эффекты не эффекта последствия именно для общества потому что ну по-любому нельзя будет экономить на образовании потому что есть моменты мы видим по качеству образа образования по здравоохранению особенно населенные пункты отдаленные по здравоохранению строительство фапов строить это нужно оно не должно прекращаться поэтому будем стараться находить выходы в таких ну в такой ситуации в которой мы оказались спасибо шибач за интересное интервью всем доброго успехов вам и вашим коллегам в областном и не только мы областном и районах и городских маслехатах всего доброго до свидания спасибо до свидания пример приведенной сериком шибаевичем с количеством неудовлетворенных заявок при очередном уточнении областного бюджета лишний раз подтверждает сложность его планирования будь это уровень села города района область и тем более республики среди заявок в очередной раз не включенных план бюджетного финансирования вполне возможно могли оказаться и те проекты по которым уже затрачены деньги на составление проекта смертной документации такие факты уже были они выливались то что из-за длинных сроков ожидания документацию таких проектов приходилось корректировать на что из местной казны уходил не один десяток миллионов тенге очевидно именно эти истории ревизионная комиссия имеет ввиду говоря о случаях неэффективных трат бюджета могут ли депутаты вмешаться в этот процесс и каким-то образом его упорядочить какой-то степени да это надо делать другое дело они не смогут преодолеть факторы объективного характера они заключаются в неустойчивости источников дохода бюджета при существующей в казахстане системе межбюджетных отношений доходы к устанайского областного бюджета примерно на 80 процентов формируется транспортами из республиканских источников но дело в том что республиканский бюджет дефицитный то есть расходы в нем превышают доходы для перекрытия этой разницы используются триллионные трансферты из национального фонда как способ спасения экономики страны от негативных последствий глобального кризиса такой подход оправдан но не более о том что национальный фонд начали использовать не только для сглаживания кризисных явлений но для решения текущих задач на заседании сената 13 июня говорил и председатель верхней палаты парламента маулен ашимбаев на его взгляд это тревожный симптом состоянии всей бюджетной политики правительства и парламента нужно сказать что у нас есть несколько системных проблем во-первых несбалансированность расходной и доходной части бюджета то есть у нас сегодня огромные расходы но по доходам проблемы вот сейчас до этого же мы говорили что нас фонд используем это же не от хорошей жизни все идет и о чем это говорит о том что у нас низкие налоговые поступления у нас может быть чрезмерные ожидания по ндс чрезмерные ожидания по кпн и сейчас же это все же выходит соответственно собираемость же мы видим по первому квартал тоже на ну скажем не стопроцентная мягко говоря и одновременно видим что расходы каждый год бюджет растут прошлом году на 21 процент по сравнению с получается двадцать вторым годом соответственно идет разбалансировка бюджета разбалансировка бюджета вот о чем мы говорим то есть как вот как сводить концы с концами соответственно используются разные механизмы и в этих условиях наверно мать и токешевич коллеги наверно нужно нужно прежде всего быть честными честно сказать что у нас сегодня бюджет разбалансировал что нам нужно приблизить приблизить наши расходы к нашим доходам было бы все не так плохо если вот эта разбалансировка она бы не влияла на макроэкономическую ситуацию если бы это была внутренняя наша ситуация сами разбираемся передвижки так далее это была бы история нашего городка но она гораздо шире чем история между минфином и парламентом увеличение расходов о чем тимур муратов сегодня говорил создает дополнительную фискальную нагрузку и влияет на уровень инфляции это факт чем больше расходов тем больше инфляции тем больше повышения цен соответственно отсюда социальные проблемы возникают процентная ставка высокая если процентная ставка высокая значит мы бизнес не можем кредитовать по нормальной ставке значит экономика не развивается то есть вот эта разбалансировка бюджета она имеет макроэкономические последствия таких условиях на региональном уровне прогнозировать формирование доходной части бюджета для запуска в работу бюджетных заявок непросто поэтому при составлении бюджета кустанайской области на 2023-2026 года разработчики с прогнозами контрольных цифр решили не рисковать начиная с 2024 года объем трансфертов доходах они начали уменьшать а вместе с ними и сумму запланированных расходов 2026 году расходы относительно 24 года прогнозируется меньше почти на 130 миллиардов тенге хорошо если эта разница восполнится доходами из местных источников а если оправдается худший сценарий при условии что долю затрат областного бюджета на социальный блок 2026 году запланировано увеличить сегодняшних 51 процента до 71 и девять десятых процентов учитывая что именно это направление финансирования больше всего беспокоит депутатский корпус их роль в разработке бюджета будет возрастать их мнение должно быть решающим противном случае официальное рассмотрение этого документа на сессии маслехата превращается в пустую формальность вы смотрели программу точка зрения всем доброго до новых встреч а